ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 А какие у меня уши? Как у осла. А у тебя нос как у диземента. А у тебя голова еловая шишка. А у тебя как ведро пустое. А у тебя в одну зуба нет. А ты рыжий. А у ты селёдка. А ты валя хвост. Это кто ещё такой? Валя хвост и всё. А ты дыр-быр-дыр. А ты быр-дыр-быр. А ты быр-дыр-быр. А ты быр-дыр-быр. А ты... Мальчики, это кто же вам расслышал на стуях стоять? А ну вон из класса. Быр-быр-дыр-быр. Быр-дыр-быр. Слава и Витя сидели за одной партой. Мальчики очень дружили. И как помогли, помогали друг другу. Слава помогал бить. Решать задачи. А Витя следил, чтобы слава правильно писал слова. И не пачкал в своей тетради клятцами. Однажды мальчики сильно доскорили. У нашего директора есть большая собака. Её зовут Рекс. Не Рекс, а Кекс. Нет Рекс, нет Кекс. Нет Рекс, нет Рекс. Я Кекс. Ай, ты чё дерёшься? А ты чё дерёшься? Рекс, Кекс, Рекс. Рекс, Кекс, Рекс, Рекс, Кекс. Рекс, Кекс, Рекс, Кекс. На мальчики поссорили. На следующий день Витя нерешил заданную надом задачу. А слава подал учителю нерешливую тетрадь. А потом дела пошли ещё хуже. Оба мальчика получили подвойки. А потом они узнали, что собаку директора зовут Рекс. Значит, на нем не из-за чего было ссори? Конечно, не из-за чего. Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс, противная собака. Две двойки мы из-за неё схватили. И подумать только, из-за чего люди ссорятся. Валя не пришла в класс. Заболела. Подруги послали к ней мусил. Пойди и узнаю, что с Валей. Может, у неё коронавирус? Может, есть что-нибудь нужно? Окей, девочки! Ох, Валечка! У тебя, наверное, флюс! Ох, Валечка, а ты знаешь, какой у меня был летом флюс? Целый нарыв! А ты знаешь, бабушка как раз уехала, мама была на работе. Моя мама тоже на работе. Мне некому сделать полоскание. Ох, Валечка, мне тоже давали полоскание. А ты знаешь, как пополощу, так и лучше. А ещё мне помогала грелка. Горячая, горячая! Да-да, грелка! Муся, у нас в кухне стоит чайник. А это, случайно, не он шумит? Нет, это, наверное, дождик. Так и есть, это дождик. Хорошо, что я в галошах пришла. Муся, Муся! Не беспокойся, Валечка, я обязательно к тебе приду. Обязательно, пока-пока! Муся, Муся! Пока! Подружки, наверное, спросят Мусю. Ну что? Что она говорила? Что ей нужно? Да у неё такой же флюс, как и у меня был летом. И она ничего не просила. А помогает ей только грелка и полоскание. Дай поиграть! Дай поиграть! Дай поиграть! Дай поиграть! Известно, что каждая девчонка с пелёнок мечтает о женихе. С самого утра у Фокина было лирическое настоящее. Сидя за паркой, на старую шестов ног, она щурилась на тёплое весеннее солнышко и размышляла. Интересно, какая фамилия у меня будет после замужества? Фокина перебрала все варианты, которые ей щедро предлагал законный пейзаж. Фонарёва, Сёткина, Липова, Загорова, Воронина, Милиционерова. Нет, всё не то. Она недовольно поморщилась и перевела хищный взгляд на одноклассников. Здесь выбор был победнее. Марочкин, Белкин, Самохин, Пузырёв, Брррр, Лагутин, Фу. Тут её взгляд уперся в новенького. Гранаткин. А что? Звучит вроде ничего. Гранаткин. Гранат? Гранатовый браслет. Откуда это? Ах, да, гранатовый браслет, написал Кубрин. Это же классика русской литературы. Там один человек влюбился в графиню. Точно! Фукина станет Гранаткиной. Графиней Гранаткиной. Я привиделась, как она грациозно покидает карету. Нет, лучше же это будет красный лимузин, дверь которого любезно придерживает лично шофёр, скажем, творцов. И вот велезячная ножка в туфельке, усыпанная кристаллами Сваровски, нет, лучше уж пусть натуральные гранаты выглядят дороже. И вот её изящная ножка наступает на... И вдруг... Граната, граната! Слышь, граната, ты что сегодня после уроков делаешь? Испортил высокие мечты Фокиной яростный шёпот Тарасова. Ну и кто она после этого? Графиня Граната? Нет, лучше уж оставаться Фокиной. Ну-ка, ну-ка, а здесь у нас что получается? Фокина, Фокина, Фокс. Фокс по-английски означает лис, а лисица особо хитрая. Прям как я, как Фокина. Ведь Фокину на мякине не проведёшь, просто так не обманешь. И на губах у Фокина и заиграла счастливая улыбка. Что ж, замуж, конечно, когда-нибудь выйти придётся. Но фамилию решено! Фамилию я ставлю свою, девичью. Леди Фокс! О, пацаны, музыка идёт! Здравствуйте, дети. Садитесь. Сегодня я вам продиктую новую песню. А вы записывайте всё очень тщательно и не пропускайте ни единого словечка. Итак, начнём. Цып-цып-цып, мои цыплятки. Ха-ха! Так как вы себя ведёте? Безобразненькие. Ну, вы у меня дождётесь. Продолжим. Цып-цып-цып, мои касатки. Вы, тире, пушистые. Эй, ты чего? Хватит! Совсем обнагрели? Распустились! Если вы будете себя так вести, то ничего хорошего из вас не выйдет. Только хулиганы и бандиты. Срочно подумайте над своим поведением. Продолжим. Дам водицы вам напиться. Вот отсюда! Негодники! И завтра, чтобы в школу без родителей не возвращались. Вот, Тимошкин хорошо себя ведёт. И слова, наверное, все записал. Так. Цып-цып-цып, мои цыплятки. Я вас накажу, вы у меня дождёте. Тихо! В безобразнике, как вы себя ведёте. Вы пушистые комочки совсем обнаглели. Так, Ручкин. И ты завтра, чтобы в школу без родителей не являлся. А за урок тебе два. А за что двойка спрашивается? Да сто родителей в школу вызывать. Я же записал, как вы всё просили, София Александровна. Ни словечко не пропустил. Мы вам сцены показали. И это замечательно. Но вести себя вот так совсем не обязательно. Хорошо учиться круто. Круто быть внимательным. И тогда для всех людей ты будешь привлекательным. ЗВОНОК В ДВЕРЬ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ.